Сначала расскажу серьёзное. Я опять думал, герпес у меня не особо прошёл. Это не герпес. И в общем, и это не герпес. А где же герпес? Кстати, я хотел рассказать серьёзное. Вспомнил, что с утра ходил к стоматологу, и это было так долгожданно, и у меня, кстати, возникла по дороге новая философия. Философия ожидания. Ну вот, хотел рассказывать о другом. В общем, философия ожидания — это когда ты чего-то так долго ждёшь, что когда оно наступает, оно не является... В общем, на него буквально трудно успеть. То есть, если чего-то очень ждёшь, ждёшь, ты привыкаешь именно ждать. Это не философия, это психология ожидания. И вот у меня так было, что я ждал, ждал этого стоматолога, и когда уже надо было к нему идти, у меня была просто привычка ждать похода к стоматологу. И поэтому потом я бежал, и всё равно пришёл вовремя, успел, даже раньше, и мне сказали, что дела мои не очень. Да нормально мои дела, просто у меня были мысли поехать на Новый год домой, а сейчас, и главное, что у меня возник билет поехать домой, я не помню, я это рассказывал или нет, но у меня накопились бонусы в РЖД, и мне стало неважно, сколько там они завышают, насколько они завышают эти цены на праздники там, и в какие-то вот такие вот супердаты. Супердаты. И я мог бы поехать по бонусам, но кажется, что мне этого делать не придётся, потому что я могу здесь остаться ради стоматолога. И, кстати, это связано с герпесом. То есть мне надо что-то такое сделать, ну, собственно, мне надо сделать что-то, что меня очень пугает. И это нельзя делать с герпесом. И что это? Что это? Да выдрать мне надо там кое-что. Что у нас стоматологи выдержают? Вот. И это первая новость. Так, психология ожидания, работа, работа, на работу я пошёл и поработал. Фильм расскажу. Фильм, я не уверен, что это была прям запись фильма. Я думаю, что это было что-то из кинотеатра. Я очень извиняюсь, что я... Ну, я не продолжил, кстати, смотреть. Когда мне показалось, что это из кинотеатра, я не продолжил смотреть. Я начал другую искать запись. Не знаю, там, с рекламой, с какой-нибудь или что-нибудь. Но, в общем, не нашёл. Я думаю, что этот фильм не очень популярный. Он называется «Маленькая страна». И он достаточно про какие-то дикие нравы, да? Он не весёлый особо. Хотя там какие-то места были прямо очень смешными для меня. Я даже пытался запомнить какое-то... А! Ну, это, конечно, нельзя говорить, наверное. Но когда там девочка изображала принцессу, она как-то себя так неприлично хлопала и так как-то кривлялась. И это было очень смешно, потому что... Я не думаю... Ребёнок, конечно, мог бы придумать такую шутку, но... Это прямо вообще... Вот это юмор совсем не детский. Мне кажется, это прямо такой состоявшийся юмор. Потому что принцессы, она ни в коем случае не может... Именно вот так прям, но совсем не могут себя вести. И в этом как бы... В общем, я как всегда нахожу юмор какой-то свой. Фильм... Но сначала я просто не мог вообще на нём сконцентрироваться. Просто я не мог его смотреть. Вот он идёт, а до меня он не доходит. И так было достаточно долго, пока не началась какая-то заварушка или что-то там... Скажем, дела, пока не начались какие-то события. Я не мог вообще его смотреть. Я смотрел, но не... Как это? Я слышал... Нет, я слушал, но не слышал. А просмотрение так можно говорить? Я смотрел, но не смотрел. Кстати, а почему про... Про слышание и слушание? Есть такое? А просмотрение? А, видеть? Я смотрел, но не видел. Вот. Я не видел этого фильма сначала. Потом мне вдруг понравилась там музычка какая-то, и я начал эту музычку искать, и из-за этого включил фильм ещё раз сначала. И вдруг я начал его смотреть, потому что я уже всё знал, что дальше будет. И это, конечно, плюс, что фильм со второго раза можно реально смотреть. То есть его именно со второго раза и можно смотреть. С одной стороны. А с другой стороны, всё-таки, ну, надо чем-то цеплять, как бы, зрителя. Вот с самого начала нельзя вот такое повествование, какое-то... как журчание воды. Там, конечно, это немножечко даже имеется в виду, но это прям такое совсем журчание. Это то же самое, если бы я, например, смотрел фильм на японском языке. Там, кстати, на эту тему тоже очень хорошо развито насчёт языков. Ну, там как бы, да. Ну, фильм, в общем-то, интересный. Я много чего узнал из него. Но сразу забыл. Так. Теперь про поход, наверное... А, серьёзно, серьёзно я не рассказал. Я так долго говорю, а серьёзного не рассказал. Я думал, почему у меня немножечко испорченное настроение. Вот чуть-чуть. А у меня есть такой способ, что надо просто вспоминать, как следует вспоминать, почему оно может быть испорченным. И вспомнил, что это из-за того, что мне пришёл третий отказ от ROI.ru, от российской общественной инициативы. И отказ в этот раз был такой, что я повторил что-то. То есть, я до этого посмотрел, я посмотрел даже, что я там написал. Я изменял текст, я отвечал на их вопросы, на требования. А они мне сейчас написали, что я повторил свою инициативу. И я подумал, что что-то здесь не так. Потому что я сравнивал свою инициативу с другими инициативами и замечал, что другие инициативы — это в основном какие-то глупости. не глупости, но что-то типа того, что мы можем почерпать, почерпнуть из новостей. То, что мы, в общем-то, видим в новостях. И как бы нет... Ну, как сказать... Ну, что-то такое вот общественное. Вот каждый... Как у нас обращаются к президенту обычно? Не с каким-то... Там, что у нас там... Идёшь по городу и в туалет сходить негде. У нас не с такими вопросами обращаются к президенту. А, например, что вот из села не проехать, не пройти. Там помогите, президент. Вот такое вот говорят. То есть вот... Что за такое вот? С насущными проблемами не обращаются обычно. Ну, я не знаю, как это сказать. Но, в общем, у нас есть какое-то понятие, что вот есть вот такое страна вот в стране. И вот там вот это вот всё. Вот страна в стране. Я считаю свою инициативу очень хорошей. Но я начал смотреть, кто партнёры этого Рои. И нашёл там такого последнего партнёра. У них сайт связан с инвестициями. из-за границы. И называется инвест-климат. И я, как человек достаточно современный, я это как бы посмотрел и по-своему понял. То есть я понял так, что моя инициатива может повредить инвест-климату. то есть инвестициям из-за границы может их оттолкнуть немножко. Может. Может, кстати, и не оттолкнуть. Но это единственное, что я уже могу сейчас предположить. потому что они козыряют некозыряемым. Я могу с ними судиться. У меня текст другой. Я там приписал, я ответил на их вопросы. Но я судиться не буду. Хотя, кстати, если у них партнёры с инвестициями, то значит, можно и судиться. Может быть, можно даже подзаработать на этом что-то. Ещё и сам буду судиться. Да, там же все эти тексты сохраняются. Можно пойти в суд. Там 8 тысяч рублей стоят. Я всё уже прекрасно знаю. Более того, я даже знаю, что лучше судиться без адвокатов. Мне, по крайней мере. Потому что я просто как бы не знаю. Мне кажется, что я могу понять, в чём дело. Ну ладно. Я только не могу текст судьи понять. Потому что он какой-то официальный и традиционный. Так. Сейчас весёлая вспомню. Когда я шёл сначала, как я шёл с работы, в общем, яблочки замечательно я перескакиваю с темы на тему. Но просто не было дешёвых яблок в пятёрочках. И в одной даже я спросил, и мне сказали, ой, что-то не привезли. Поэтому я зашёл в другую и там привезли. Потом начал ходить по разным дикси. И в одном дикси не было творога ни сегодняшнего, ни вчерашнего. А в другом дикси был вчерашний творог. Вот. Но это не так интересно, как то, что когда я шёл на работу сегодня, по-моему, я шёл на работу тогда, мне навстречу шёл какой-то молодой человек и ну ладно, да, это был, я уже сказал, что это молодой человек. И я, когда он прошёл, я ему крикнул там фамилия человека, которого я знаю, чтобы поздороваться, чтобы как-то, ну, мне кажется, что если человек меня знает, он мог бы и поздороваться, когда шёл мне навстречу. ну, особенно меня легко определить по садовым галошам, в которых я хожу, для того, чтобы меня можно было определить. Я не знаю, в общем, я что-то вдруг решил поздороваться и крикнул, и человек обернулся, и такой, что? и я кричу опять фамилию Такойто, Такойтов. И он так, что? Я говорю, ну, Такойтов, Такойтов, ты там. И главное, что я почему-то, у меня какая-то либо наглость, я не знаю, я просто подумал, ну, что такое? Можно было бы и поздороваться. Такое возмущение, главное. Я быстро подхожу, так нагло, смотрю, но я подхожу нагло, чтобы убедиться, что это именно тот человек. В общем, а это не тот человек. Вот сегодня такое было происшествие. И я сказал, ой, извините, у нас есть человек, который ходит в такой же шапке.